С именем Аллаха, всемилостивого, милостивейшего. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Аллаха, нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи, всеми его сподвижникам, а затем. На прошлом уроке мы поговорили о мазхабе имама Абу-Ханифыда, помилует его Аллах, и второй из четырёх мазхабов, согласно исторической последовательности, это мазхаб имама Малика ибн Анаса, имама земли переселения. Его имя Малик ибн Анас ибн Малик ибн Аби Амир аль-Асхаби, и есть разногласия о продолжении его родословных. Однако единогласно, что его начало из рода Аль-Кахтан, и подробный разбор родословной имама Малика, да помилует его Аллах, нас не волнует так сильно. Он родился в 93-м году по хиджури, и это год, в котором умер Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах. А умер имам Малик в 179-м году по хиджури. Он произнёс слова шагады в момент своей смерти, а это благой конец. Аллах облагодетельствовал его тем, что он произнёс слова шагады в момент своей смерти, а затем произнёс. Аллаху принадлежит власть до и после. Что касается его поклонения и богобоязненности. Имам Малик, да помилует его Аллах, его положение такое же, как и положение имамов из числа салифов. Они обладали большим уделом в поклонении, богобоязненности и страхом перед Аллахом, Свят Он и Велик. И это и есть суть знаний. Поистине, суть знаний — это страх перед Аллахом, Свят Он и Велик. И поэтому, когда спросили сестру имама Малика, чем же было его занятие дома, она ответила, «Его занятием был Коран и его чтение». Это его занятие дома, Коран и его чтение. Говорит Ибн Вахб, и это большое указание на богобоязненность имама Малика, да помилует его Аллах. Ибн Вахб говорит, «Если бы я пожелал заполнить свои листы словами Малика, не знаю, то я непременно сделал бы это». Он имеет в виду, что всякий раз, когда имама Малика спрашивали о чем-либо, он отвечал «я не знаю». Он говорит, «Если бы я записывал это, то мои листы заполнились бы, и у меня бы набрались бы целые тома вопросов, на которые он ответил «я не знаю». Однажды из Ирака к имаму Малику пришел мужчина и задал ему 40 с чем-то вопросов. И на 36 из них он ответил «я не знаю». 36 из 40 с чем-то вопросов. И данный вопрос — это наиважнейшее, на чем надлежит воспитываться студенту. Каждому студенту надлежит выучить слова «я не знаю» и периодически произносить их. Необходимо, чтобы эти слова «я не знаю» были у него на языке. Некоторым людям задают такие вопросы. Если бы их задали Умару, он собрал бы участников битвы при Бадре для совещания. А этот человек говорит, «Ахи, мне кажется, что это харам». Чувствуется так. И говорит в религии Аллаха, исходя из того, что ему чувствуется. Говорит, «Нет, нет, Ахи, не может быть, что это харам. Скорее всего, это халяль». Так он разговаривает в религии Аллаха. Аллах говорит, «Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это дозволено, а то запретно, и не возводите навет на Аллаха». Также Аллах говорит, «В день воскресения ты увидишь тех, которые возводили навет на Аллаха с почерневшими лицами». И первый, кто входит в число тех, кто лжет на Аллаха, это тот, кто относит к религии Аллаха то, что к ней не относится, без каких-либо знаний. И говорить что-либо на Аллаха без знаний является одним из больших грехов. Аллах сказал, «Скажи, мой Господь запретил мне совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать без всякого права, приобщать к Аллаху со товарищей, в пользу чего он мне не спослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете». И таким было положение имамов Малика, Шафии, Ахмада, Абу Ханифы. И тот же имам Ахмад, если вы возьмете его фатвы, вы найдете сотни вопросов, которые ему задавали, и он отвечал, «Не знаю». Он говорил о каком-либо вопросе «Не знаю», но, возможно, он в этом вопросе знал 200 хадисов. Хадис, в смысле хадис от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, от сподвижников, от табеллинов, однако вместе с этим говорил «Я не знаю». Почему? Потому что он останавливался при вынесении решения по данному вопросу, так как доводы ему показались противоречивыми, или нашел, что сподвижники разногласили. И это дело, на котором должен воспитываться каждый требующий знание. И как нам рассказали некоторые шейхи, в частности шейх Мухаммад Абдуллах Аль-Хусейн, да помилует его Аллах, он один из учеников шейха Мухаммада Ибн Абрагима. Он рассказывал, мы спрашивали шейха Мухаммада Ибн Абрагима, а он был муфтием Саудии в свое время. Мы задавали ему вопросы, а он отвечал «Я не знаю». Хотя это были ясные вопросы, он говорит. И после этого мы поняли, что шейх хочет воспитать нас на этих словах, имеется в виду цель его ответа на такой ясный вопрос с словами «Я не знаю», чтобы студент понимал, что муфтий, когда его спрашивают о таком ясном вопросе, и он говорит «Я не знаю», чтобы этот студент перенял от него эти слова. И ученые, да помилует их Аллах, обучались у своих шейхов адабу и молчанию, до того, как они обучатся у них каким-либо знанием. Поэтому на урок имама Ахмада приходило более 5000 студентов, и сколько же из них записывали? Около 500, а остальные? Остальные обучались его поведению, смиренности, богобоязненности, его адабам, да помилуют его Всевышний Аллах. И также из того, чему обучаются у шейхов, это слова «Я не знаю». «Я не знаю», «Я не знаю», «Я не знаю». «Я не знаю», «Я не знаю», «Я не знаю». «Я не знаю», «Я не знаю». КОНЕЦ Также другое, что касается поклонения имама Малика и его богобоязненности, говорит Ибн Махди, да помилует его Аллах. Я не видел никого более почетного, разумного и богобоязненного, чем Малик. И он, да помилует его Аллах, очень возвеличивал сумму. Он не приходил на урок по хадисам, кроме как искупавшись, умощавшись благовониями, одев лучшую одежду. И даже передается, что однажды, когда он сидел на уроке, его ужалил скорпион, и он даже не пошевелился из уважения к сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует. А что касается его знаний, то самое великое, что коснулось его, это то, что приходит в хадисе, что пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, люди будут запрягать своих верблюдов в поисках знаний и не найдут никого более знающего, чем ученого Медины. Кто же он, ученый Медины? Ученые разногласили о том, кто же он. Однако некоторые обладатели знаний, а из них Суфьян и Бнууейна, говорили, что это Малик. Он говорил, что это Малик, и нет никого на земле подобного ему, и это великий почет. Также из его знаний и сообразительности то, что он был способен давать фатвы и преподавать тогда, когда ему был 21 год. Однако он не стал давать фатвы в 21 год просто так. Он сказал, я не стал давать фатвы, кроме как после того, как за меня засвидетельствовали 70 ученых о том, что я пригоден для этого. 70 ученых Медины засвидетельствовали о том, что он пригоден давать фатвы. И в каком возрасте он стал давать фатвы? В 21 год. Да помилует его Всевышний Аллах. Шафи, да помилует его Аллах, сказал о нем, «Если упоминают ученых, то Малик подобен звезде». Это и есть имам этого мазхаба, Малик ибн Анас. А что касается истории данного мазхаба, то он прошел через три этапа. Первый этап — это этап возникновения, который заключается в преподавании имама Малика и написании им книг. Потому что имам Малик, да помилует его Аллах, давал фатвы, преподавал и написал в науке пюкх и в науке хадиф свою книгу Аль-Мувадда. И эта книга включает в себя хадисы и фикха, потому что он упоминает хадисы и дает название главам, в которых содержатся эти хадисы. И название глав — это часть фикха. И второе — это то, что он комментирует хадисы. И если ты будешь читать Аль-Мувадда, ты найдешь, что он говорит нам. «Малик сказал так-то, и на это мы опираемся. Малик сказал так-то, и мы единогласны в этом». Имеется в виду жители Медины. Это книга по фикху и по хадисам. И это одна из величайших книг ислама. Даже Шаафи Али сказал о ней, нет под сводом небес книги более достоверной, чем Мувадда. И естественно, Шаафи Али говорит это до того, как были составлены Сахих Аль-Бухари и Сахих Аль-Муслим. Да помилует их Аллах. Из учеников имама Малика, из больших и величайших учеников имама Малика, по распространении Мазаба имама Малика, это Абдурахман ибн Касим Аль-Мисри. Да помилует его Всевышний Аллах. Он умер в 191 году. У него обучался Асад ибн Фурат, ибн Сухнун. И эти трое написали книгу Аль-Мудаввана. И эта книга Аль-Мудаввана, в действительности ее написал Сухнун, переняв от Асада ибн Фурата из книги Аль-Масаэль. Из книги Аль-Масаэль Абдурахмана ибн Касима, ученика имама Малика. И эта книга Аль-Мудаввана, это основная книга в Мазабе имама Малика. Да помилует его Аллах. Опора тех, кто пришел после, это Аль-Мудаввана. Она также называется Масаэль Сухнун. И Сухнун это один из маликинских ученых. Однажды к нему пришел человек и спросил о каком-то вопросе. На что он ответил, поистине твой вопрос очень проблемный и затруднительный. На что тот ответил, ты же для таких вопросов, ой, имам, стимулируя его ответить. Говорит, ты, Машаллах, имам, именно ты способен отвечать на такие затруднительные вопросы. На что он ответил, я не стану из-за этих твоих слов предавать свое тело огню. Как бы ты ни побуждал меня, эти вопросы, это рай и ад. И книга Аль-Мудаввана, после того, как она была написана, она стала опорой для маликитов. Ее совершенствовали, разъясняли, укорачивали. И передача Ибн-Уркасима более предпочтительна среди маликитов. Также из учеников имама Малика «Да помилует его Аллах», которых мы не упомянули тут в книге, Ибн-Вахб «Да помилует его Аллах». Он умер в 199 году. От него передавали хадисы, авторы шести сборников по хадисам. И причина смерти Ибн-Вахба, а от чего он умер? Говорят, у него была книга «Аль-Джамил». Перед ним читали эту книгу, и когда дошли до событий судного дня, он потерял сознание. Его отнесли в его дом, и он пробыл в таком состоянии до тех пор, пока не умер. Из-за страха перед событиями судного дня «Да помилует его Аллах». Также из учеников имама Малика «Имам Аш-Хаб Аль-Мисри», который умер в 204 году. 204 год. Кто умер в этот год? Аш-Шаб Аль-Мисри. А еще кто? Хасан Ибн-Зиад Аль-Лю-Люи. Это помогает запоминать даты. Помогает запомнить то, что связано с десятью учеными одной датой. Хорошо. После этого Маза перешел на этап развития. Начали писать книги, писать укороченные изложения по фикху, разъяснения. В Кайруане был ученый, которого звали Ибн Абизаид, «Да помилует его Аллах». Он написал книгу «Рисаля». Также у него есть и другие книги. Так в Ираке, в Багдаде, «Аль-Кадий, Абдул-Вахаб и Бен-Наср, да помилует его Аллах». Он написал книгу «Таль-Кин, Адий, Абдул-Вахаб, из числа фактихов и маликийских судей». У него есть свои стихи. И из них его слова. Он покинул Багдад по причине бедности. Так вот, выходя из Багдада, он декларировал стихи. «Багдад лишь для богачей прекрасен, а для бедняков он город полон тягот и лишений. Я бродил по нему словно напрасно, был подобен Корану в доме еретических воззрений». «Да помилует его Аллах». У него есть и другие стихи, но мы не будем их упоминать из уважения к уроку. У него есть стихи о любви, которые упомянул шейх Али Тантау в своей книге «Мин Газалиль-Фукаха». В любом случае их можно найти в этой книге. Итак, из ученых этого периода, проживающих в Андалусии, был имам Ибн Абдул-Бар Абу-Умар. Юсуф Ибн Абдул-Бар. У него есть книга «Аль-Кафи». «Аль-Кафи филфикхиль Мадина». У него есть и другие книги. Он из числа больших имамов. У него есть книга «Аль-Истискар». Также «Тамхид». И обе они являются шархем, разъяснением на книгу «Аль-Мугатта». «Тамхид» и «Аль-Истискар». Однако «Тамхид» больше уделяет внимание тому, что связано с хадисами. А «Аль-Истискар» больше затрагивает фикх. Также из книг данного этапа книги имама Аль-Баджи, Абул-Валид Аль-Баджи, один из ученых Андалусии. Он странствовал по земле. Отправлялся на восток и запад. Он был большим имамом в хадисе, в усули, в фикхе. Долгие годы он провел в поездках. Покинул Андалусию и отправился в поисках знаний. И не вернулся, пока не стал большим имамом. А в момент его отсутствия Ибн Хазм Аль-Андалусий был лидером среди ученых в Андалусии. И поэтому в период Ибн Хазма Захиридский мазаб там был силен. И никто из маликистских ученых в то время не мог устоять перед Ибн Хазмом в дискуссиях. Вы должны знать, что дискуссии были на протяжении всей истории фикха. Это одно из самых полезных дел, которое помогает студенту укрепиться в фикхе. И под дискуссией не подразумевается, что один должен показать превосходство над другим. Сейчас дискуссии стали такими, что в них не ставят цель развития фикхе, узнать истину. Сейчас в дискуссиях то и делают, что пытаются выиграть оппонента. Однако самое первое, чего ждали от фикхийских дискуссий, это обучение. Потому что дискуссия — это часть становления требующего знания. Как двое ученых фикха дискутируют, соблюдая нормы воспитанности, аргументируя доказательства. Один отвечает другому научным образом. Студент приобретает качества, которые он не приобрел бы другим путем. И даже в жизнеописаниях ученых упоминали, что такой-то обучался у такого-то, изучал у него фикх и обучался у него дискуссии. И тогда проводились заседания для дискуссий между учеными фикханом, да помилует его Аллах. Так вот, когда же Аль-Баджи вернулся в Андалусию, он стал дискутировать с Ибн Хазмом. Между ними прошло множество дискуссий. И с возвращением имама Аббул-Валида Аль-Баджи, Маликитская школа ожила в Андалусии. У него есть разные книги, и из них Аль-Мунтақа, разъяснение на Аль-Муатта. Также в Усулюль-Фикхи, у него есть книга Ихкам Аль-Фусуль, также книга в хадисах, в оценке передатчиков. Книги в разных науках, и он был из числа больших ученых. Также из ученых этого периода был имам Ибн Рушт, автор книги Аль-Мукаддиматул Мумазидад. И кстати, если среди Маликитов говорят просто Ибн Рушт в контексте работ в рамках Мазаба, в его разъяснении и редактировании, то подразумевается Ибн Рушт, дед, так как у нас есть Ибн Рушт, дед, и Ибн Рушт, внук. Мы сейчас о ком говорим? О Ибн Руште, деде. А кем является внук? Внук был судьей. Автор книги Бедая Туль-Мучтахид, Ванигая Туль-Муктасы. И он да помилует и простит его Аллах. Также увлекался философией. А что же касается того, на чьи книги опираются в определении правильного мнения в Мазабе, в редактировании Мазаба и в разъяснении? Это Ибн Рушт, старший. Также из ученых этого периода, Аль-Кадий, Аль-Яд, автор книги Аль-Мустамбата. Также у него есть множество других книг. Он является ученым. У него есть шарх на сахих Муслима. И он является автором множества книг. После этого Мазаб перешел на этап закрепления. Книги уже написаны, и начался этап закрепления, в котором утверждались мнения, которые являются верными в Мазабе. Из ученых данного этапа, имам Ибн Аль-Хадиб, автор книги Джами'ул-Ум-Махад. У него есть кратко изложенная книга в фикхе и в уссулюль фикхе. Также из ученых данного этапа, имам Аль-Карафи, автор Аз-Захира. Это объемная книга в Маликитском фикхе. И иногда он упоминал сравнительный фикх, упоминал аргументы. Аль-Карафи является одним из больших ученых Маликитов. У него также есть книга Аль-Фурук, а также другие книги. Также из ученых Халиль, автор книги Матна, которая является самым авторитетным Муатаммадом в Маликитском Мазабе. Когда Халиль написал свою книгу, некоторые, преувеличивая, сказали, они должны называться не Маликитами, а Халилитами. Потому что эта книга, Мухтасар Халиль, представляет собой последнюю инстанцию в определении Матамада в Мазабе имама Малика. Да помилует его Аллах. И поэтому после книги Мухтасар Халиль все книги, написанные в последующем, крутились вокруг нее. Разъяснения на Мухтасар Халиль, комментарии к разъяснению. И из шархов на Мухтасар Халиль, книга Аль-Хаттаба, которая называется Муахиб Аль-Джалиль. Также из шархов на эту книгу Халиля, книга Дардиира. У него есть разъяснения к Мухтасар Халиль, которая называется Аш-Шархуль-Кабир. Также в книге Дардиира написаны комментарии на полях. Кто их автор? Ад-Дусукки. Ад-Дусукки написал комментарии на полях к разъяснению Дардира на Мухтасар Халиля. И как я вам уже сказал, это необязательно. Некоторые говорят, что это очень сложно запомнить название этих книг. Но это не является обязательным, чтобы ты выучил все эти названия разом. Но основная цель – это чтобы у тебя появилось общее представление об этих книгах. Даже если ты забудешь их названия или имена их авторов, все равно у тебя останется общее представление об этом. Это то, что касается мазаба имама Малика. Из тех, кто брал знания у имама Малика, да помилует его Всевышний Аллах, и обучался у него фикху, был имам Шафи'и. Естественно, имам Шафи'и не ограничился обучением на мазабе имама Малика, да помилует его Аллах. У имама Малика он обучился фикху мединцев. Также он отправился в Багдад, обучался у Мухаммада бен Хасана аш-Шейбани. Также отправился в Йемен, да помилует его Всевышний Аллах. Его зовут Мухаммад ибн Айдрис аш-Шафи'и. Его родословное сходится с родословной пророк, это благословит его Аллах и приветствует на его дедушке Абдуль-Манафи. Мухаммад ибн Айдрис аш-Шафи'и мутталлиби. К кому восходит это происхождение? Абдуль-Мутталибу? Нет. Эта ветка идет к Мутталибу. Аль-Мутталиб является дядей Абдуль-Мутталиба. Так вот, его родословное восходит к Аль-Мутталибу, а он, в свою очередь, является братом Хашима. Пророк да благословит его Аллах и приветствует Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абдуль-Мутталиб ибн Хашим. У Хашима был брат по имени Аль-Мутталиб. Абдуль-Мутталиб был назван этим именем, потому что люди однажды увидели его с Аль-Мутталибом и подумали, что он его раб, и прозвали его раб Аль-Мутталиба. Впоследствии люди знали его под этим именем. Ихфазу, нисепа, 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 нисепа. Впоследствии ха беят, тесе ел галейко, ибридн Абдуль-Мутталиб. Когда родился имам Ашафи, мы упомянули, что он родился в год, в который умер имам Абу Ханифа, да помилует его Аллах. Согласно самому распространенному мнению, имам Шафи родился в Газе, в 150 году по Хидре, а умер в 204 году в Египте. Он отправился в Мекку, обучался у ученых Мекки. Это его научное начало. Сначала он обучался у ученых Мекки и освоил фикх жителей Мекки от Суфьяна ибн Уйейны и от других. Затем он отправился в Медину и прочел Аль-Муадда, имаму Малику и выучил ее. Затем он отправился в Багдад и встретился с Мухаммадом ибн Хасаном Аш-Шейбани, как мы упомянули ранее. Что он сказал? «Я записал от Мухаммада ибн Хасана столько знаний, что эти книги можно было погрузить лишь на верблюда». Это то, что он записал из собраний книг Мухаммада ибн Хасана Аш-Шейбани, да помилует его Аллах. Также мы упомянули, что он был в Багдаде. Имам Аш-Шафи Али, да помилует его Всевышний Аллах, объединил в себе школы, которые называются школой Хиджаза и школой Ирака. До этими двумя школами было некое соперничество. И мы упомянем это. Школа Хиджаза говорила, мы жители Хиджаза, среди нас большинство сподвижников, среди нас был пророк, да благословит его Аллах и приветствует. А школа Ирака, и вы знаете, какой была связь в то время? Это было не так, как сейчас. Они говорили, у нас был центр халифата во время Али, да будет доволен им Аллах. И фикху мы обучились у Ибн Масуда. И между этими школами было соперничество. Затем пришел Шафии и объединил эти школы. И можно сказать, что он сблизил фикх обеих сторон. Позже мы коротко упомянем об этом. Имам Шафии, да помилует его Аллах, был из числа много поклоняющихся. С его обширными познаниями, фикхом и стараниями, вместе со всем этим он был еще и поклоняющимся. Настолько, что в месяц Рамадан он 60 раз перечитывал весь Коран. 60 раз. Один раз днем, один раз ночью. И так каждый день. Хусейн бин Аль-Карабиси говорил, «Я ночевал с Шафии и видел, что он совершает молитву около третьей ночи, и не заметил, чтобы он читал больше 50 аятов». То есть он повторял их, перечитывал повторно 50 аятов. Хорошо. Об имаме Шафии, да помилует его Всевышний Аллах, рассказал Раби ибн Сулейман. Он делил ночь на три части. Часть из них он писал, часть ночи совершал молитву, и часть ночи спал. Аль-Раби ибн Сулейман, ученик имама Шафии. И позже мы поговорим об учениках имама Шафии и Раби ибн Сулейман. И Раби ибн Сулейман самый видный из его учеников, которые передавали его фикх. Он передавал от него книгу «Рисаля» и книгу «Аль-Умм». Шафии был очень умным, сообразительным. Выучил весь Коран в 7 лет. Выучил муатта в 10, и его шейх, муслим, ибн Халид Аз-Зинджи, разрешил ему давать фатвы в 15 лет. Он из его шейхов в Мекке. Шафии тогда было 15 лет. Его шейх дал ему разрешение давать фатвы, сказав, что он пригоден давать фатвы. Сказал имам ибн Уйейна. Суфьян ибн Уйейна был из учителей Аш-Шафии. И он говорит, что он лучший из людей своего времени. Сказал имам Ахмад, никто не касался пера и чернил, не став в долгу перед шафии. Также от имама Ахмада передают, что он сказал, «Поистине шафии подобен солнцу для этого мира и здоровью для людей. Разве может человек не нуждаться в этом? Да помилует его Всевышний Аллах и простит ему». Мазхаб Аш-Шафии Ай прошел два этапа. Это его старый мазхаб и новый. А об этом мы поговорим на следующем уроке. А Аллах знает лучше. Да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью и всех тех, кто последовал за ним.